Те-де-де-де-де Чьё? Его мамке, очевидно Так Последняя у нас Так, это не то Вот оно Да, вот оно Николай, Николай Коля Да это точно последняя? Да, это точно последняя Так, ну чё, мы идём Мы идём, мы идём Только подождите, надо Во-первых, здесь должен быть захват игры А не рабочего А не рабочего стола Он может так сделать? А я помню, что там косяк с захватом, да? Да, там косяк с захватом А, не-не-не, косяк с захватом удобно Так Мы же уже вышли на Катринрут, да? Нам же уже просто пофигу Мы просто идём вперёд и всё Какое у нас число получается? Будильник силой вырвал меня из объятий морфия Так где-то у меня здесь Чтоб я помнил Какой у нас Какой у нас день Ну у нас вроде как У нас здесь всё хорошо Мы просто прём-прём вперёд Прём-вперёд Мы уже вроде как Кучу всего натворили И нам даже в некотором смысле Пофигу куда идти Поехали! Устраиваемся поудобнее Мы готовы начинать Правда нет У меня ещё там Сейчас, подождите Я в кофе себе плесну Чтобы было чем смачить Да, да Я сделаю Я сделаю Анонс в ВК И в телеге Не анонс А просто напишу Что мы начнём Когда мы начнём Ладно, я передумал На самом деле Анонс будет Может быть, стоп-стартануть тогда? Я не знаю Ну, короче ВК ВК, ВК Поехали Будильник с силой Вырвал меня Из объятий морфея Не помню Чтобы заводил его Не могла же Химиться вчера В любом случае Майкл сегодня Ждёт меня в школе К счастью Я ещё не проспал Хотя на завтрак Времени не осталось Возле моего класса Центром притяжения внимания Оказалась Кабояша Элли Которая стояла Практически в дверях И недовольно водила Туда-сюда Красивой головкой Явно кого-то поджидая Ага Воскликнула она Когда я подошёл ближе Словно по команде На меня устремились Десятки пар глаз Давай не здесь Я решительно подошёл к ней Взял под руку И повёл Подальше от класса Элли не сопротивлялась Мы вышли на крышу И только там Я отпустил её Отметив про себя Всю комичность ситуации С другой стороны Время для ситкомов прошло Сейчас Элли единственный человек Который Может мне помочь Стрим на паузу ставить не надо Должен нажать play И выключить звук Чтобы это была Видеотрансляция Это как радиотрансляция Только видео Извини Друзьями Даже знакомыми Нас не назовёшь Однако эти слова Меня почему-то Сильно задели На моём месте Ты поступила бы так же К тому же Именно твой дед Во всём виноват Ну да Конечно Так Чего там у нас Сейчас Сейчас прогрузится у меня Не могу так Обратить внимание Так I am sorry Лол подержал на 2 937 На гидраргерум Так Сейчас Хорошо Сейчас Сейчас На гидраргерум Сейчас мы отметим А то потом 2 937 Так Пусть будет 2 940 Где у нас Гидраргерум Где у нас Гидраргерум Ага Вижу Ага Вижу Это будет 9 450 Будет Вот так вот Нормально Добавил Добавил Спасибо Им sorry Лол Обнимашки Балбы Фодоки Так Господи Как же тупо Выглядят Донаты в долларах Ну тут Ничего не поделаешь Бро Нет Это к сожалению Тупо Донаты в долларах Выглядят тупо Потому что Рубль выглядит Туповатенько Немножко Не переживай Скоро будет По сотке Или по 120 За единичку Будет попроще Ну да Конечно Или сплеснула руками И отвернулась А что Я не прав Может и прав Ты что-то Хочешь мне рассказать Я Поговорила С дедушкой Ты должен понимать Что я не каждый день Обсуждаю с ним Похищение людей Да и вообще Подобные темы Да и откуда Ты знаешь Вдруг это все Какое-то Недоразумение Ты же сама Слышала Его разговор По телефону Слышала Конечно Но Она закрыла Глаза И тяжело Встахнула В общем Мне пришлось Настоять на своем И пойти на некоторые Уступки Чтобы узнать Что тебе нужно Надеюсь Это тебя Не сильно ущем Съязвил я Но Эля Похоже Не заметила Сарказма Деньги вообще Выглядят тупо О Ты не мог бы Пожалуйста Собрать все Свои деньги И задонатить Мне Мне Все Все мне Раз они Такие тупые Умник Сука Ладно Не мне Фонд Подари жизнь А то будет А то будет выглядеть Как будто я вымогатель Подожди Стой Я же реально Вымогатель Да Мне Мог бы Но у меня Ничего нет Ты Ты Че Базаришь Я С Коммунистом Говорю Не надо Мне На самом деле Не интересно А? Действительно Кому Может быть Интересна Моя Жизнь Хоть Тебе И не Интересно Но мне Пришлось Наврать Три Короба Что Она Моя Подруга Что Я Очень Переживаю Что Места Себе Не Нахожу Уверен Ты Умеешь Импровизировать Она Надула Губки И с таким Выражением Лиса Выглядела Очень Мило В общем Дедушка Сказал Что Ваша Катерин Похитила Японская Разведка И как Это Согласуется С тем Что Она Ранее Давала Указания Ее Куда То Перевезти Откуда Я Знаю Наверняка Или Говорила Правду По крайней Мере Передавала Слова Деда Теперь Вы Отстанете От Меня Если Бы Дело Касалось Только Меня Я Тут Жас Похватился Даже Если Я Не Во Всем Согласен С Майклом Тянуть Канат В Разные Стороны Плохая Идея Спасибо За Старание Но У нас Тут Не Олимпиада Где Главное Участие Нужен Результат А Результат В данном Случа Освобождение Кэтрин А Если Дедушка Не Виноват Что Я Еще Могу Сделать И Вы Все Равно Собираетесь Разрушить Мою Жизнь Даже Если Я Никак Не Могу Помочь В Кричала Она Ну Для Начала Тебя Никто Не Заставлял Употреблять Наркотики Я Хотел Вернуть Словечко Покрепче Но Сдержался И В конце Концов Ты Ничем Не Отличаешься От Всех Остальных Всем От Меня Нужны Только Деньги Но Мне Не Нужны Твои Деньги Деньги Влияние Власть Какая Разница Называй Как Хочешь Это Одно И То же У Меня Хотя Б Нет Корыстных Побуждений Наверняка Ты Сам В Это Веришь Грустно Смехнула Сели А Что Твой Друг Насколько Ты Ему Доверяешь Майкл Начал Было Я Девочка Просто Играет На моем Чувствии Вины И Даже Если Она Права Все Равно Жизнь Кэтрин Для Меня Важнее Морального Облика Кабая Шейли Майкл Тоже Переживает За Кэтрин Короче Я Сделала Все Что Могла Грозно Произнесла Она Скрестила Руки На Груди И Встала Ко Мне В пол Оборота Всем Видом Давая Понять Что Не Собирается Уступать Да Без Майкла Уверенности Мне Явно Не Хватало Я Уже Успел Пожалеть Что Не Позвал Его С С С С С Однако Речь Идет О Кате И Не Хотелось Чтобы Он В итоге Оказался Ее Единственным Спасителем Мне Кажется Ты На Сам Деле Хочешь Помочь Просто Не Знаешь Как Хочу А У У меня Есть Выбор Выбор Есть Всегда Да И Почему Вам Тогда Не Убраться К Чертовой Матери Из Моей Жизни Я Смотрел На Нее И Все Больше Узнавал Себя И От Осознания Этого Сходства Вся Злость Куда То И И Счезала Как Я По Вашему Могу Чего То Добиться От Дедушки Даже Если Он Действительно Виноват Но Не Захочет Отпускать Вашу Подругу То Что Предлагаешь Мне Закатить Истерику У него В кабинете Если Он Что-то Делает То Делает Это Не Просто Так Уж Не Знаю Во Что Она Впуталась Но Я Не Хотела Быть На Ее Месте Я Не Оправдываю Его По Ступки Но Или Кажется Выдохлась И Тяжело Опустилась На Лавочку Представь Что Пришли К Тебе И Угрожают Сломать Твою Жизнь Если Ты Не Поднимешь На Эверест Это Возможно Но Крайне Маловероятно Да Никто Тебя Не Бросит Подниматься Хотя Конечно Элли Во Многом Права Она Попробовала Она Получила От Ворот Поворот Даже Не Так Она Все Так Сообщила Какую То Новую Информацию Кэтрину Японских Спец Служб Поначалу Было Сложно В это Поверить Но Ведь Версия О том Что Кэтрин В руках Корпорации Изиждилась Только На Словах Элли Он Больше Тебе Ничего Не Говорил Даже Этого Я Добилась С трудом Знал Бо Ты Что Пришлось Пообещать Взамен Хотя Нет Тебе Же Не Интересно Я Просто Пытаюсь Спасти Девушку Которую Люблю Поверь Я Был бы Рад Если Можно Было По Другому Но Я В любом Случа Готов На Все Чтобы Спасти Кэтрин Это Классическая Черта Всех Визуальных Новел Она Еще В Бэйле Мне Казалось Очень Странной Если Ты Выбираешь Рут Не Девушке И Потом Общаешься С Девушкой То Она Тебе Всякими Разными Способами Намекает Что Ты Ей Интересен Но Поезд Ушел Как бы Заставляет Тебя Почувствовать Себя Немножко Сомневающимся В своем Выборе И Это Каждый Раз Одно И Тоже Тут Кабояша Эли В этом Руте Дефолтно Выказывает Мне Куда Больше Внимания Чем Когда Я Начинаю За ней Ухлестывать В ее Руте Золи Новел Так Работают Да Это Вообще Тринец Но Я В любом Суча Готов На Все Чтобы Спасти Кэтрин Это Жене Рыцарский Роман Вдруг Размеялась Она Что Мы Не В Книжке Где Действия Всех Героев Подчинены Одну Цель Спасению Принцессы Где Даже Отрицательные Персонажи Делают Все Чтобы Подвести Читателя Кульминации А В Реальной Жизни Лично Мне На Судьбу Принцессы Плевать Если бы Анна Каренина Прыгнула Под поезд Сам Вначале Романа Не Было Бы И Никакого Романа Знаешь Что Нахрен Мне Не Нужен Этот Ваш Роман Я Шаршино Смотрел На Эли Что Думал Я Только Я Только По Струнам Могу Брятцать Пока Катрину Пока Катрину Вас Помни Что Снимки У Нас Запинаясь Выдавил Я Из себя И направился К выходу С крыши Чувствую Как горит Лицо Провал Полный Провал Я Не Проиграл Войну Но Локальное Поражение Оказалось Зачем Болезненным Чтобы Основательно Выбить Меня Из Клеи Сейчас Необходимо Обсудить Дальнейшую Стратегию Действий С Майклом Я Вернулся В класс Но Не застал Его Там Кески Где Майкл По Чем Я Знаю Проворчал Его Сегодня Вообще Не Было Может И Был Да Что С тобой Такое Со Мной Что Кески Посмотрел На Меня И Нахмурился А С вами Что Разве И тут Понимаешь Секреты Между Собой Я Значит Сиди И Гадай Да Нет У нас Никаких Секретов Хватит Из Меня Идиот Это Делать Сначала Спрашиваешь Про Или Саму А потом О чем Шепчешься С Майклом Думая Что Я Не Вижу А Я Все Понял Ты Решил Замутить С ней А Майкл Тебе Помогает И Как Можно Было Такое От Меня Скрывать Господи Кески Если Бо Ты Знал Эли Поближе То Не Захотел Б С ней Мутить Ха Поближе Значит Что И Требовалось Доказать И Насколько Близко Ты Знаешь Настолько Он Начал Делать Руками Неуместные Жесты Отчего У меня Случился Приступ Испанского Стыда Прекрати Немедленно Я Схватил И Его За Запястье Если Б Ты Только Знал Насколько Далек От Истины Кески Остановился И Непонимающе Уставился На Меня Майкл Майкл Напомнил Я Кажется Его Попросили Что То Отнести В Учительскую Спасибо Я Ноги на ногу Возле Учительской То и дело Поглядывая На часы Зайти в кабинет Представалось Представлялось Чем-то Сродни Заплыва В аквариуме Полным Акул Школьники Учителя Входили И выходили И буквально Каждый Без одна Пару секунд Недоуменно Изучал Меня Словно Я был Каким-то Необычным Предметом Искусства Забытым Здесь По ошибке Ну Вот Наконец И Майкл Нам Надо Поговорить У меня Есть Новости Он Лишь Кивнул В ответ Когда Мы Оказались В старом Крыле Школы Я Прозвенел Звонок На урок Мне Только Что Состоялся Любопытный Разговор С Кабоя Шейли По ее Инициативе Кстати Она Говорит Что Пообщалась С дедом А он Завел Будто Чтобы Кэтрин Похитила Японская Разведка Вот Как И что Им от нее Понадобилось Ее Мать Надо Ли Рассказывать Рассказывать Майклу Правду О миссис Винтерс Говоришь А Говори И Б Ее Мать Работает ЦРУ Понятно Невозмутимо Ответил Он Понятно Тебе Ну Хорошо Что Понятно И мне Кажется Что Элли не Лжет По крайней Мере Верит То Что Говорит Ее вера Ничего Не Меняет Я бы Даже Удивился Если бы Она Попыталась Тебя Обмануть И что Мы будем Дальше Делать Ведь Нельзя Исключить Вариант Что От нее Не Будет Никакой Пользы Ты Кажется Чересчур Переживаешь За Кабоя Шисан Просто Мне Не нравится Тактика Выжженной Земли Мы Попытались Надавить На нее И получили Некоторые Сведения И Что Ты Предлагаешь Отдать ей Негативы И сделать Вид Что Ничего Не Было Не Знаю Искренне Признался Я А что Предлагаешь Ты Мне Кажется Неплохо Было бы Донести Наш Ультиматум Непосредственно Декабоя Декабоя Шиджуна От слова Ультиматум Меня Передернуло Пойти Вабанг И Сделать Логичный Следующий Ход Как у тебя Все хорошо На словах Выходит Но Когда Тебя Бьют По затылке Заталкивают Машину И допрашивают В темной Комнате Обычно Чувствуешь Себя Не Настолько Уверенным С тобой Такое Убудло Всякое Случалось Хорошо Я Сам Займусь Сетем Поговорю Придется Рассказать О снимках Деда Пойти С тобой Нет Ты уже Сделал Свою часть Лучше Будет Если С ней Сейчас Поговорит Кто-то Другой Ты Хотел Сказать Провалил Свою часть У тебя Не было Выбора Сейчас Глупо Обвинять Майкла В какой-то Злонамеренности Он мог Вообще Не вести Со мной Этот разговор А с самого Начала Все Сделать Сам Что-то Мне Подсказывает Что На моем Месте Ладно Тогда До завтра До завтра Попрощался Он Наверняка На опоздание Майкла Учителя Реагируют Спокойнее Чем на мои По дороге Домой Я стал Свидетелем Мелкого ДТП Две Машины Не поделили Полосу И одна Разворотила Зад Другой Японская Тойота Американский Форд Форд К тому же Леворульный Нечастый Гость На токийских Дорогах За рулем Был какой-то Иностранец В общем Гули вокруг Место происшествия Я не смог Разобрать На каком языке Он говорит Пострадавший Японец Вызывал Из телефона Автомата Полицию Агайдзин Бегал вокруг Своего автомобиля И осмотрел Повреждения Надо сказать Что форд Пострадал Заметно меньше Тойоты Что уже Само по себе Выглядело Достаточно комично Впрочем Долго Стоять рядом Было опасно Могли Загрести Как свидетели Не то Чтобы я куда-то Спешил Но лишний раз Сталкиваться С японскими Властями Пусть даже С дорожной Полицией У меня Желания Не было И так Я верил Судьбу Кэтрин Майклу И от этого Внутри Все буквально Переворачивалось Бунтовало И я даже Физически Ощущал Сопротивление Организма Словно Марафонец На середине Дистанции Доводы о том Что это Ради ее спасения С каждым разом Убеждали Все меньше Иногда Человек ведет Себя Совершенно Парадоксальным Образом Имея проблемы С сердцем Продолжает Выкуривать По две пачки В день Погрязнув В долгах По ипотеке Берет кредит На новую машину Продолжает Раскидывать Носки По всей комнате Зная Что жена Готова Подать на развод Вот и мне Отчаянно Хотелось Чтобы у Майкла Ничего не получилось Это чувство Было сродни Животной зависти Австралопитека К более успешному Сородичу Которому достается Больше еды И на которого Больше внимания Обращают Самки Конечно Я понимал Что от Майкла По многому Сейчас зависит Жизнь Кэтрин Сука Ритана И его обороты Но ничего С собой Поделать Не мог Первобытные Инстинкты Так просто Не заткнешь Человек Всего 10 тысяч Лет назад Перешел К оседлости Современные Чудеса Научно-технического Прогресса Это от силы Последние Сотни лет А до этого Сотни тысяч лет Наши предки Боролись За существование И передачу Своих генов В условиях Далеких От комфорта Что представляет Токио Конца 20 века Нет-нет-нет Гритан Прочел Обложку Книжки По антропологии Так стоит ли Упрекать Эволюцию В медлительности Уроки Еще не закончились И я очень надеялся Не обнаружить Дома химицу Мне не о чем Было с ней говорить Да ее настырность Начинала Все больше надоедать Насильно Мил не будешь Я открыл дверь И сразу насторожился В прихожей Все было как будто По-прежнему Но неуловимое чувство Будто что-то Не на своем месте Не давало покоя Так, наверное Смотритель музея Долго ходит по залу Пытаясь понять Что же не так И в конце концов Замечает, что Картина наклонилась На пару градусов Я прислушался К привычной Пыльной тишине Своего дома Что-то незнакомое Доносилось с кухни Не звук А скорее ощущение Легкая вибрация Пола Или дуновение Ветерка Я осторожно Пошел по коридору Вперед Не то, чтобы Совсем не боялся Но для себя Решил, что Отступать дальше Некуда И пока Мне не угрожает По-настоящему Смертельная опасность За свой дом Я буду драться До последнего На кухне Николай Очень сэкономишься дело времени, нашли меня, найдут и его. В надежном месте. И если со мной что-то случится, это не работает. Что именно? Если со мной что-то случится, мои друзья передадут негативы куда следует. В реальной жизни это не работает. Почему? Глупо улыбнулся я. Потому что, когда будешь на дне Токийского залива рыб кормить, тебе будет наплевать на судьбу этих снимков. Человек так устроен, что в первую очередь всегда заботится о собственной безопасности. Здесь и сейчас. Справедливо. Пробормотал я. Так что спрошу еще раз. Где негативы? У меня их нет и никогда не было. Я серьезно. Тогда где они? Когда все становится по-настоящему хреново, включаясь инстинкт самосохранения. Я понимал, что точно никак не смогу спасти Кэтрин, если меня действительно отправят на корм рыбам. Они у моего друга, знакомого. Интересно, предполагал ли Майкл такое развитие событий? Реально просто взял его, вломил, даже врать не стал. Что за человек? А если он вообще втянул меня во все это только ради того, чтобы подставить и сделать козлом отпущение? Господи, какая же Анохин крыса! Я бы хотел поговорить с твоим другом. Какое совпадение? Сейчас ты позвонишь ему и попросишь прийти сюда с негативами и всеми копиями снимков. А это работает? Бессильно успехнулся я. Он не дурак и сразу поймет, что что-то не так. По крайней мере, у него будет шанс поступить правильно. И глазом не моргнув, ответил парень. И когда мы отдадим снимки, вы нас отпустите? Конечно. Вот так просто? Без снимков вы ничем не угрожаете Кабаеши Дано. Но ведь есть еще отец Майкла, видимо, о нем они пока не знают. В любом случае, он сейчас в школе, уроки еще не кончились. Я посмотрел на часы. Значит, мы подождем. Присаживайся. Спасибо за предложение, но я постою. Парень не производил впечатления грозного бойца. И в другой ситуации мне бы могло прийти в голову, что удастся с ним справиться. Однако еще пару дней назад я тоже самое думал о Майкле. В ногах правды нет. И все равно кажется странным, когда тебе предлагают сесть в собственном доме. Раз уж я здесь временно не хозяин, то не хотелось бы злоупотреблять гостеприимством. «Гайзины», — фыркнул он. Мозг работал на 120%, но все в холостую. Я представлял себе сотни сценариев развития событий, и благоприятных для меня оказывалось не так много. Применимо в реальной жизни логика из детективных романов или нет, избавляться от свидетелей казалось правильным. Да и помощи ждать мне неоткуда. Разве что Химицу решит заглянуть. И что тогда? У него станет на одного заложника больше? Каким бы ни были наши отношения сейчас, от одной мысли, что с ней что-то случится, кольнуло сердце. Я тут вспомнил, что не знаю его телефона. Знал минуту назад и вдруг забыл. Да нет, просто мы и так каждый день видимся в школе. Ни зачем было ему звонить, вот и не спросил. И что ты предлагаешь? Мы еще успеем в школу до конца уроков, если вы не против. Парень некоторое время смотрел на меня все с тем же непроницаемым выражением лица. Затем вскочил и достал пистолет. Хватит испытывать мое терпение. Ля, вот это... вот тут они пистолет нарисовали. Не меняясь выражений лица. Похоже, вот она смертельная опасность. Да я не... Вдруг дверь в сад распахнулась и в проеме появился Рюновский сан с пистолетом в руке. Парень обернулся, но все произошло так быстро, что он не успел должным образом среагировать. Дальше перед моими глазами как будто показали кино в замедленной съемке. Звук выстрела парень дернулся словно от укола. И даже спустил курок еще несколько раз. Нормально. Это кстати все пистолеты, что есть в Японии на этот момент. Все в одной хате. Наконец мне званый гость рухнул на стол, а с него медленно сполз на пол. И ты сделал все так быстро, что у парня и не было никаких шансов. Рюновский сан. Выдохнул я. И ты ничего не ответил, подошел к столу, небрежно отпихнул бездыханное тело в сторону, как мусор. Взял стул, сел и с отвращением сказал. Любители. Затем посмотрел на меня с таким видом, как будто только сейчас понял, что я тоже здесь. Николай, садись пожалуйста. В этот раз отказаться я не мог. И ты протер пистолет носовым платком и спрятал в карман пиджака. Спасибо вам. Пробормотал я, хотя вряд ли в такой ситуации это было уместно. Меня не за что благодарить. Если хочешь кому-то сказать спасибо, поблагодари химицу. Впрочем, как я понимаю, у вас сейчас не самое лучшее отношение. На продолжение Гидраргеру. Там только к самому интересному подошли. Окей, 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 окей. Вижу, Killgill, спасибо. Brand new донатер. Бросить еще. Обнимашки. Бауби Фоу Дакинг. Сейчас, сейчас, сейчас добавим. Где у нас там Гидраргером? О, так это уже у нас получается... Уже даже... Уже даже на следующий тогда будет. Уже даже на следующий сразу закидываем. Так, Гидраргером Дэй. Да собрали. Будет. Рум Дэй. Когда будем читать, непонятно, но почитаем. Кого мы тут романтием? Здесь мы Кэтрин романтием. Я предлагал помощь, Николай, но ты решил поступить по-своему. Я не вправе осуждать твой выбор, но не могу закрыть глаза на его последствия. Да, но больше, конечно, мозги зрителей это такое есть. Ты слишком глубоко влез туда, куда лезть не следовало. Твои поиски дочери Винтер смогут создать проблемы людям, с которыми тебе не стоит связываться. Почему же тогда вы ему помешали? Врачно спросил я, покосившись на труп. Потому что, хоть в главном наши интересы совпадают, в мелочах могут быть некоторые расхождения. Совпадают с кем? С Кабояша Корпорейшн? И ты ничего не ответил, в его пристальном взгляде читалась расчетливость и холодная решимость. Николай, разве ты не заметила, что чем больше ты знаешь, тем больше создаешь проблем другим людям? Какие проблемы создавала Кэтрин? Ты гонишься за идеалами справедливости, но забываешь, что зачастую они сталкиваются с объективной реальностью. А человек склонен выбирать то, что важнее лично для него. Вы говорите прямо, как этот тип. Во всяком случае, теперь ты понимаешь, что это не простые угрозы. Это первое прохождение. Технически, нет, это второй рут, который мы играем. Да, первое мы играли Элли, теперь мы играем Кэтрин. Прохождение, само собой, не первое. Потому что это, типа, уже какая трансляция? Хренпай миллионная какая-то. Во всяком случае, теперь ты понимаешь, что это не простые угрозы. «Николай, где снимки?» «Да нет у меня их!» «Думаете, я бы не удал, если бы были?» «Боже мой, Рюновский Сан, да я бы все удал, лишь бы от меня наконец отстали!» «Ну ты ведь знаешь, где они?» «Они у Майкла. Это мой одноклассник. Сейчас уже не было никакого желания рисковать собой ради его защиты. Тогда мы подождем его вместе. Долго придется ждать, он сегодня ко мне в гости не собирался. Тогда позвони ему, ты же знаешь телефон. Я второй раз не хотелось испытывать судьбу. «Да, знаю». «Чел, чел, 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 ты просто вообще реальность никак вообще не считываешь?» «Что с тобой?» «И пусть сейчас еще рано, лучше сделать вид, что я иду навстречу Ито». «А чел, пац...» «Что с тобой, просто чел, что с тобой?» «Мы прошли в прихожую, я набрал номер Майкла, но никто не ответил». «Майкл, надеюсь, просто не дал ему истинный номер телефона». «Я протянул трубку Рюновский Сана, чтобы он сам мог убедиться». «Надеюсь, ты не ошибся номером». «Что будет со мной, когда вы получите фотографии?» «Ито поморщился, как будто ему в раме не попалась муха». «По крайней мере, ты можешь теперь представить, что с тобой будет, если они попадут не в те руки». «Это фотки маленькой шлюхи-наркоманки». «Да всем похер!» «Просто насрать!» «Просто похерищу!» «Максимум, что может случиться, это то, что Кабояши Джун немножко взгрустнет». «От того, что его внучка употребляет наркотики, будучи рок-исполнительницей». «Всем похер!» «Просто абсолютно!» «Вкусный нож, да, отличный». «Блин, когда я вспомнил, что я витаминку не скушал». «Знаете, у вас хорошо получается убеждать, но вот доверие ваши слова совсем не внушают». «Это... это оксюморон, кретин!» «Это значит то, что убедить не получилось, придурок!» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. -а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! «Время для доверия прошло!» «К сожалению для тебя, мне уже не важно, доверяешь ты мне или нет!» Я отчаянно пытался понять, что у него на уме! «Если это просто нужны снимки, то не проще ли было подождать, пока всю грязную работу сделает парень из корпорации?» «Да и зачем тогда его убивать, вряд ли это понравится им!» Интересно, легко ли работать сразу на два фронта? Или Кабояши Корпэшн теперь определяет политику Японии? Итан охмурился, но злость только раззадоривала меня. И я, как ребенок с забронированным стеклом, полностью уверенный в своей безопасности, кидал камни в вольер с гориллами. Не думаю, что Химицу хотела бы жить в мире, где все решают деньги. Николай. Они, кстати, знакомы с Кэтрин. Может, и не в лучших отношениях, но уверен, Химицу не обрадуется от известия о том, что ее замучили в застенках корпорации ради... А ради чего, кстати, Реноски-сан? Ты просто не понимаешь, как много поставлено на карту. Как будто оправдываясь, ответил он. Вы правы, я не понимаю. Но очень хотел бы понять. Узнать, наконец, из-за чего же столь важного погибли мои родители и сейчас может погибнуть Кэтрин. Вашу мать, вы ведь у меня последовательно отнимаете все, что мне дорого. Рука Ито медленно потянулась к карману, в котором лежал пистолет. Но тут входная дверь распахнулась, видимо, в пылу праведного гнева я не услышал шагов, а за ней появилась Химица. Папа? Удивленно произнесла она, сделав ударение сразу на обоих слогах, как будто так и не решив говорить по-русски или по-японски. Реноски-сан, в свою очередь, явно не рассчитывал встретить здесь дочь. Я же как раз ждал прихода Химица и надеялся, что она меня спасет. Никакон? Можно было во многом обвинять Ито, но он никогда бы не смог причинить мне вред в присутствии Химицу. К сожалению для вас, Реноски-сан, вынужден откланяться. У меня дела. Одним прыжком я перескочил через крыльцо и бросился бежать. Никакон! Послышался вслед крик Химицу, но меня было уже не остановить. Хотя, несмотря на всю свою уверенность, я как будто слышал, как в воздухе свистят пули. Выпущенные мне вдогонку. Обернуться не было ни желания, ни сил, но воображаемые выстрелы затихли. Только когда дом скрылся за поворотом. Сразу видно, Мудила живет в съемной хате и с уважением не относится к площади. Там трупак просто валяется посредине хаты. Кровью на паркет течет. Кто это будет отмывать, мудаки? Кто? Кто? На одном дыхании я пролетел несколько кварталов и остановился. Лишь окончательно выбившись из сил. Химицу будет оттирать! Несколько минут понадобилось, чтобы прийти в себя и дождаться, пока кровь перестанет бешено пульсировать в висках. Итак, путь домой теперь мне заказан. С каждым днем становилось все хуже. С каждым днем моя привычная жизнь нарушилась все быстрее. Порой из воспоминаний о том, что я раньше считал скучным, вызывали лишь горькую смешку. Что бы вам жить в интересные времена? Однако причиной тому хотя бы косвенно стало возвращение Кэтрин. Получается, все могло бы остаться по-прежнему. Но тогда бы мы больше никогда не встретились. Но тогда бы мы больше никогда не встретились? А что, перекисью залил и норм? Она въедается. Ничего у тебя не норм. У тебя паркет будет двуцветный. И сколько еще я смогу вынести ради призрачной надежды на взаимность? Даже наши последние дни, проведенные вместе, казались скорее движением по инерции, чем новым стартом. Катя, что же ты со мной делаешь? Пробормотал я и отправился на поиски таксофона. Но вопреки всему, от одной мысли о Кэтрин по телу словно проходил приятный электрический разряд, оставляющий после себя спокойную решимость, удовлетворение и чувство благодарности. Даже разлука и все невзгоды, пережитые мной за последние недели, не смогли поколебать моей любви к Кате. Любви к глупой, бесшабашной, во многом иррациональной и даже разрушительной. Но только благодаря ей я, как адреналиновый наркоман с парашютом за спиной на шпиле этой киской телебашни, чувствовал себя живым. Таксофон нашелся быстро. В это время Майкл уже мог вернуться из школы. Я не особенно боялся, что его телефон прослушивают, потому что, похоже, про участие Майкла не знали ни в корпорации, ни в японской разведке. Что уже само по себе странно. Настолько странно, что я не мог придумать никакого даже отдаленно правдоподобного объяснения этому. Однако трубку так никто и не снял, как и в первый раз. Я купил в автомате шоколадный батончик и бутылку воды. Кажется, это моя первая еда за день. Пустой кошелек не радует глаз и не вселяет оптимизма. Хотя, если придется теперь жить на улице, то самое время учиться выживать без денег. Я повторно набрал номер Майкла, но безрезультатно. Наверняка он просто еще не вернулся из школы, но сколько мне ждать? Стоять посреди улицы в паре кварталов от дома небезопасно, если, конечно, Пита уже принял меры и организовал погоню. С другой стороны, я не могу знать, что сказала ему Химицу. А уж в том, что она не станет молчать, можно быть уверенным. Однако, несмотря ни на что, дожидаться Майкла хотелось в более безопасном месте. И я решительно не мог придумать ничего безопаснее, чем квартира матери Кэтрин. Казалось, что уж к ней-то японцы точно не полезут. Все-таки над одним проектом работают. Впрочем, это не помешало им похитить Катю. Как бы то ни было, других вариантов предложить мне никто не мог, а времени на раздумья не оставалось. Жалко этого добряка. До ее дома я дошел быстро, но старался не бежать, чтобы не обращать на себя ненужного внимания. Да? Деловито ответил в домофон миссис Винтерс. Вообще на работу ходите? Вздохнул я. Николай, и наши встречи стали настолько регулярными, что я уже начинаю волноваться. Вдруг ты не Кэтрин интересуешься, а мной. Мне сейчас не до шуток. Откройте, пожалуйста. Магнитный замок с противным звуком щелкнул, и дверь открылась. Миссис Винтерс встретила меня с каким-то неестественным радушием. А я собиралась обедать. Ты не хочешь? Не знаю, чем тебя кормила Кэтрин, но из меня кулинар так себе, поэтому я обычно заказываю еду. О чем она вообще? Так ты будешь? Да, спасибо. На автомате ответил я. Ей действительно хотелось чертовски, и шоколадка только разожгла аппетит. Однако уместно ли сейчас напираться пиццей и гамбургерами, или что она там заказывает? О боже. Я в очередной раз отметил, как некоторые слова и действия проходят путь от нейронного импульса до притворения в жизнь совершенно бессознательно. Интересно, что у всех... Это у всех людей так, или я особенный? Не, братан, это называется... Ты особенный. Ты то... Это у всех людей так, но ты особенный. Вот так вот. Пока мать Кэтрина общалась с оператором, неловкость нарастала. Суши? Почему именно суши? Наконец она сделала заказ и повесила трубку. Ну, мы же в Японии. Сколько вы в Японии? Десять тысяч лет уже? Причем здесь мы в Японии? Сука, Ритан... О, господи. Выйдите с Подольска уже. А, ну да, точно. Сизвил я и без приглашения сел на диван. Так что в этот раз, Николай? Я знаю, кто похитил Кэтрин. Это японская разведка. Или корпорация. Или все вместе. Думаю, меня ждал наемник из корпорации. Правда, по другой причине. Я в карце рассказал ей о Майкле, Элли снимках и идее с шантажом. Ха, ну вы даете. Рассмеялась она. Одна история дебильнее другой просто. Тут соглы. А я это читаю. Я запихивал в себя суши почти не жуя. Надо сказать, что привезли их неожиданно быстро. Дело не только во мне. Когда тот тип достал пистолет, появился Ита и... А через мерного количества васаби на глаза навернулись слезы. Надеюсь, он хотя бы уберет за собой. Даже если я дам... Если домой я вернусь нескоро, не хочется думать, чтобы среди моей кухни разлагается чей-то труп. Странно было вот так все рассказывать Шерил Винтерс и доверяться ей, как последнему человеку, который может помочь. Ведь не так давно я был фактически ее пленником, а теперь пришел к ней за помощью. Не ожидала такого Атыта. Она нахмурилась. Но вас как будто совсем не удивляет, что Кэтрин у них. Я догадывалась. И мне, конечно, об этом сообщить забыли. Ты, сука, кто такой, мудила? Тебя обоссать даже жалко. Насколько ты жухлый посос. Ёпресетэ, ты кто такой, сука? Кто ты такой? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо О, боже мой. В сердцах я бросил палочки об стол с такой силой, что они улетели в другой конец комнаты. Пыдло еще и саное! Однако миссис Винтерс и брови не повела. Ну и чего ты добился своими действиями? Я хотя бы что-то делаю, а не сижу на диване, наворачивая сраные суши. Сука! Он же и просто сидит на диване и наворачивает суши. Да почему ты это пишешь, говно? Хотя именно этим я и был сейчас занят. Думаю, как минимум одному человеку твой энтузиазм вышел боком. Он сам виноват. Уже менее уверенно огрызнулся я. Эх, Николай. Она отложила свои палочки и вытерла рот салфеткой. Твоему другу можно доверять? Да, то есть. Я не уверен. Надеюсь. Просто как-то странно, что к тебе пришли, а к нему нет. Я тоже об этом подумал. Миссис Винтерс, что же это за проект такой, из-за которого погибают люди? Люди гибнут ради того, во что верят. Ну, кроме тех случаев, когда гибнут не за это. Дело ведь совсем не в том, что Оппенгеймер собирался устроить геноцид. Просто другие люди верили, что атомная бомба способна сдержать продвижение коммунизма. Хотите, чтобы я научился не волноваться и полюбил бомбу? Честно говоря, мне плевать на коммунизм, демократию и атомную бомбу. Я всего лишь хочу спасти Кэтрин. Вас, кажется, больше волнуют абстрактные понятия и рассуждения о политике. В проекте есть фракции, которые не согласны с вектором его развития. И хотя в целом все хотят одного и того же подковерных интриг не избежать. Мне противно, что Кэтрин стала в них разменной монетой. Но, уверяю тебя, ей ничего не угрожает. Пожалуй, это я виновата, что опять привезла ее в Японию. Но ведь она сама хотела. Что? Ты че, сука? Ну-ка, забаньте бубла. Базарец сидит. Ты че, собака? Когда она узнала, что я возвращаюсь, то потребовала взять ее с собой. Миссис Виндерс не сразу заметила мое удивление. А ты не знал? Ухмыльнулась она. Эх, Кэтрин. Только все усложняет. Хотя я в ее возрасте была такой же. Значит, Катя хотела вернуться. Ах! Думает о самом важном. Получается... Нет, я не готов был вот так просто после всех наших разговоров поверить в это. Но чувство глубокого блаженства, вопреки моей воле, растеклось по телу. Я вновь ощутил сладкий миг первой влюбленности. Однако, к чему вся эта откровенность? Сейчас Шерил Виндерс больше всего напоминала злодея из мультика, рассказывающего герою свой дьявольский план в полной уверенности, что победа уже за ним. Что вы намереваетесь предпринять? И если они поймут, что их действия бессмысленны, то отпустят Кэтрин. А что им нужно? Она хитро прищурилась. Николай, ты же не ждешь, что я расскажу тебе секретную информацию? Конечно нет, боже упаси. Ведь всем только от меня что-то постоянно нужно. В любом случае, я больше не могу бродить в потьмах. Не знаю, одобряете ли вы наши отношения, потому что вы сегодня говорите одно, а завтра другое. Но очень хотелось бы верить, что вы, по крайней мере, хоть немного доверяете выбору своей дочери. Если Кэтрин тебе не сказала, что хотела вернуться, то, похоже, она сама до конца не понимает, что чувствует. Я не ответил, Шерил Винтерс права, и мне нечего было возразить. Что вы собираетесь делать дальше? Надеюсь, вы вообще что-то делать собираетесь? Да, мне нужно обсудить сложившуюся ситуацию с коллегами. Она хитро прищурилась. С людьми, которые могут помочь. А ты побудь здесь. Во всем Токио сейчас для тебя нет места безопаснее. Спорить с ней было глупо, но я все равно насупился и потупил в глаза, как капризный ребенок, вынужденный принять наказание. Реально такой. Ну и... Ну и ладно. Не так уж и хотелось. Ой, господи. В холодильнике должна быть какая-то еда. Вроде есть. Ну и я постараюсь на обратном пути заскочить в магазин. Миссис Винтерс, это все необязательно. И правда ведь? Улыбнулась она, взяла сумочку и ушла, оставив меня одного. Я чувствовал себя неуютно в чужой квартире, пусть это и была квартира Кэтрин. Но въехали они сюда безгоду неделю назад. Не успели еще стены, мебель, люстры и шторы пропитаться тем особым духом уюта, что ощущаешь в давно обжитом доме. Я подошел к шкафу и наугад вытащил несколько книг. Предлагаю, пока мамки нету дома, заделаться трусанюхом. Кто за? Ой, боже, ладно. Все они оказались нечитанными и, видимо, шли в нагрузку к жилплощади. Телевизор блестел заводской полиролью. Посудой в серванте никто никогда не пользовался. Комната скорее напоминала номер в гостинице, чем частную квартиру. На кухне, похоже, последний раз готовили еще до того, как сюда заселилась семья Винтерс. В холодильнике стояло прокисшее давным-давно молоко, упаковка мисса и пачка спагетти. Но зачем? Не густо, однако есть мне совершенно не хотелось. И, если бы не слова матери Кэтрин, я бы вряд ли полез осматривать ее запасы съестного. По всему было понятно, что работа для Шерил Винтерс стояла на первом, втором и третьем месте. Ни для чего другого времени попросту не оставалось. Было ли так всегда? Я попытался вспомнить, но не смог. Все время проведенное с Кэтрин слилось для меня в одну яркую вспышку любви и страсти. Где уж там думать о графике ее матери? Несмотря на то, что случилось с моими родителями, у нас всегда была нормальная счастливая семья. А легко ли расти, имея перед собой ролевую модель в лице Шерил Винтерс? У Кати, конечно, был отец. Вроде бы он даже еще жив. Но, насколько я понял, они развелись с ее матерью сразу после рождения Кэтрин. Интерес у страны превыше личных интересов. Минимум вещей, минимум привязанностей, постоянные переезды. Миссис Винтерс с таким отвращением говорила о коммунизме, однако сама положила собственную жизнь на алтарь общественного блага. Но это был ее выбор, и не мне его оспаривать. Однако Кэтрин не дали права голоса. Бродя по квартире, я остановился около двух закрытых дверей друг напротив друга. Если бы то, что ты только что наплел, было правдой, то зачем она оставила ребенка с собой? За одной находилась обычная спальня. Десятки фотографий похожих комнат висели в витринах каждого агентства недвижимости в Токио. Если не знать, что здесь кто-то живет, то так сразу и не догадаешься. На первый взгляд, в комнате не было совершенно никаких личных вещей. И я сделал вывод, что это спальня Миссис Винтерс. Значит, методом исключения я крепко сжал ручку, холодок металла, обжег кожу. Вдруг за дверью меня ждет проклятие Тутанхамона. Проклятие Тутанхамона. Проклятие, которое якобы постигает того, кто прикасается к могилам царских особ и мумиям древнего Египта. Но за ней оказалась примерно такая же спальня. Разве что на кровати валялась школьная форма. В углу стояло несколько сумочек, а на столике перед зеркалом была разбросана косметика. Я мялся на пороге, чувствуя, что вторгаюсь в чужое личное пространство. Я не понимаю этого человека. Он вообще просто. Можно сколь угодно сильно любить другого человека, но в итоге мы все равно рождаемся и умираем в одиночестве. А значит, всегда есть такие уголки души, которые не предназначены для посторонних глаз. Уверен, Каден в ближайшее время не планировал проводить для меня экскурсию. Поэтому я, хоть и с большим трудом, закрыл дверь и вернулся в гостиную. Интересно, как привычное домашнее безделие отличается от вынужденного безделия где-нибудь еще. Я смотрел телевизор, листал Шекспира и подборку японских журналов. Просто ходил взад и вперед. Несколько часов смотрел в окно, наблюдая за вечно куда-то спешащими японцами. Сварил спагетти, заправил их, найденным в ящике со столовыми приборами с соусом, баланьеза, не первой свежести и съел, изучая странные узоры на кухонной плитке. Уже давно стемнело, и от скуки и неизвестности я был готов лезть на стену, когда, наконец, в замке заскрижетали ключи. Мать Кэтрин вернулась не в лучшем настроении. «Ах, это твой Ида!» Она бросила сумку на стол, затем спохватилась, достала оттуда пачку сигарет, закурила, сделала несколько глубоких затяжек и стряхнула пепел в пустую чашку. Если бы я знала заранее, что с ним будет столько проблем, то он бы к проекту и на пушечный выстрел не подошел. Видеть Шерил Винтерс такое мне было даже приятнее, чем лицезреть ее обычную беспристрастность. По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что дело движется. И ты настолько же мой, насколько и ваш. Я не имела в виду... Забудь. Поесть что-нибудь осталось? Вы же собирались купить. Мне не до того было. Грубо огрызнулась она, но тут же спохватилась, словно поняла, что вымещает злость на ни в чем неповинном ребенке. Извини, просто ужасный выдался денек. Там есть спагетти, все, что нашел. А яичко, а яичко-то туда разбил? Блин, спагитосики с томатным соусом? Яичко туда разбить? Когда на сковородочке зажариваешь? М-м-м. Маринованная. Маринованная? Нет, маринованная фигня, братан. Нет, жареная, жареная. Чтобы у тебя как бы спагитосики, из-за того, что ты их с белочком залил, они в такую... Слиплись в такое гнездышко. Никогда тебе бабушка так не делала. Виновато улыбнулся я. Ужин, конечно, изысканностью не отличался, но миссис Винтерс съела все молча и даже сказала спасибо. Вы расскажите мне, что узнали? Она уселась на диван и закурила очередную сигарету. А я встал у окна. Они говорят, что забрали Кэтрин якобы для ее же безопасности. И якобы за мной следит КГБ. И Кэтрин может попасть под удар. Хорошая причина. Какой-то маньчжурский инцидент, ей-богу. Маньчжурский инцидент. Провокация японских милитаристов в 31-м году, послужившая поводом для захвата Маньчжурии. Аннексия Маньчжурии была выгодна за счет ее стратегического положения и природных богатств. И что они требуют? Ничего. Во всяком случае, пока что им нужно просто вывести меня из себя. Что у них явно получается неплохо. Они не могут... Не имеют права угрожать мне. Это ведь просто японцы. Они лишь исполнительные и должны знать свое место. Настолько сердитой я ее раньше не видел. Но ведь они же не могут держать Кэтрин. Когда они ее отпустят? Видимо, им нужны какие-то уступки по проекту. Она подняла на меня усталые глаза. И это вообще тебя не касается. Хватит на сегодня. Ночь на дворе. Миссис Виндер задушила сигарету и встала. Можешь спать на диване. Заснуть в чужом доме оказалось непросто. И я долго ворочался, каждый раз подскакивая на мерзких пружинных подушках. Попробовал убрать их. Но спать на деревяшке, из которой к тому же торчали гвозди, оказалось еще хуже. Подобный диван, помнится, был и в нашей старой квартире в СССР. Мне нравилось на нем прыгать. Но в остальном он выглядел очень старым и откровенно дышал на ладан. И еще этот невыносимый шум с улицы. Машины, звуки работающей вентиляции, непонятные крики. Окно, подобно кинопроектору, постоянно мигало всеми цветами радуги. Виноваты были неоновые рекламы, словно плющ, обвившие стены окрестных домов. Очевидные минусы жизни в центре, о которых я раньше не подозревал. Если бы это был БЛ, она бы обязательно прошла в ночнушке мимо главного героя. Вывалила бы бубисы. Что-нибудь такое было. Хорошо спалось. Мне снилась Кэтрин, но ее мать разбудила меня настолько бестеремонно, что сон тут же растворился в ярких лучах утреннего солнца. Так вываливать нечего. Ой, ты вот из этих вот. Ой, осуждаю тебя, Лукиста. Большая грудь заполняет руку, маленькая душу. Я все сказал. Я открыл глаза, окружающая обстановка как будто изменилась за ночь. А ты сраный Лукист. Хечу тебя. Не, ну а что, стресс снимать-то как-то надо. Да, действительно. Да, действительно. Что может пойти не так? Переспать с матерью собственной девушки. Угу. Да, это прям... О! О! Я просто снимаю стресс с твоей мамкой. Я открыл глаза, окружающая обстановка как будто изменилась за ночь. Что случилось? Я приподнялся на локтях и осмотрел комнату. Спальня Кэтрин. И я лежу на ее кровати. Что? Кажется, ночью пружины меня окончательно задолбали. Ты не помнишь, как просто перелег с одного места на другое? Извините, просто ваш диван не очень удобный. Подушка еще пахла Катиным шампунем. Я же говорил... Вот не ухач. Не сомневаюсь. Я быстро оделся и вышел в гостиную. Конечно, неловкая ситуация, но сейчас есть вещи поважнее. Миссис Винтерс уже сварила кофе и читала утреннюю газету. На часах было семь утра, при том, что спать мы легли далеко за полночь. Вы ранняя пташка. Кто рано встает, тому Бог подает. Ты веришь в Бога, Николай? Ну, типичная присказка американской разведчицы в Японии. Мои религиозные взгляды сейчас вряд ли имеют значение. Пожалуй. Вы решили, как поступить? Американское правительство не ведет переговоров с террористами. А японцы сейчас поступают именно как террористы. Да и если пойдет у них на поводу, то в итоге можем потерять еще больше. Она вдруг помрачнела и уставилась в чашку. К тому же я в любом случае неуполномочен принимать подобные решения. Придется связаться с моим начальством в Вашингтоне. Если я правильно понимаю, то вы хотите сказать, что жизнь Катрин для них допустимая потеря? Интересы государства всегда важнее жизни отдельных людей. Миссис Винтерс вдруг улыбнулась. Но не волнуйся. Я не допущу, чтобы с Катрин что-нибудь случилось. Значит, мне опять придется целый день сидеть здесь? От собственной беспомощности внутри поднималась волна первобытной ярости. Если ты в ближайшее время не планируешь встречаться с ИТО, то да, это лучший вариант. Надеюсь, Вы правы. Только вот спагетти закончились, а больше я у Вас на кухне ничего не нашел. Закажешь еду? Она достала кошелек и кинула на стол несколько крупных купюр. Только осторожно. Попрошу оставить под дверью. Так и сделай. За окном кипела жизнь, а телевизор показывал бесконечные странные шоу, которые способны оценить только японцы. Даже за 10 лет в этой стране я так и не смог понять смысл происходящего на экране во многих передачах. Когда тебе скучно, то обжорство – отличная альтернатива. Я заказал еду из трех разных ресторанов, и к полудню пружины ненавистного дивана сжались куда сильнее, чем ночью. На кухне еще вчера нашлась бутылка виски, но тогда она не вызывала у меня каких-либо эмоций. Однако, чем тупее становились телешоу, тем притягательнее оказалась огненная вода. Точнее, это был американский бурбон, который до этого мне пробовать не доводилось. Сначала я просто зашел на кухню, чтобы налить стакан воды. Затем открыл дверцу шкафа, в котором стояла бутылка. Долго смотрел на нее, но никак не решался достать. Она была початая, но виски в бутылке литрового объема оставалось вполне достаточно, чтобы напиться, проспаться и к возвращению матери Кэтрин страдать от тяжелейшего похмелья. Не знаю, кто бы в итоге выиграл моя совесть или кентукский бурбон, но звонок в дверь прервал ожесточенную внутреннюю битву. Я вздрогнул, кажется, привезли уже всю заказанную еду. Может быть, пришли к миссис Винтерс? Тогда они уйдут, когда поймут, что дома никого. Однако меня с головой выдавал громко работающий телевизор. На цыпочках я прокрался в гостиную и осторожно выключил звук. Тем не менее, незваные гости уходить не думали. За пару минут позвонили еще раз пять. И, наконец, после стука в дверь я услышал знакомый голос. Голос Химицу. Никакун. Никакун, я знаю, что ты там. Никогда не понимал вот этой штуки. Типа, я знаю, что ты там. И что? Я-то от тебя скрываюсь и игнорирую. Я буду тебя игнорировать и продолжать скрываться. Никакун, открой, нам надо поговорить. Говори через дверь. Дом был новым и полы в квартире не скрипели. Я бесшумно подошел к входной двери и прильнул глазку. С другой стороны стояла Химицу, как показалось на первый взгляд, одна. Металлическая дверь внушала доверие. Да и вряд ли кто-то средь бела дня будет пытаться ее взломать. Как ты узнала, что я здесь? Никакун, открой, пожалуйста. Мне страшно. Пошла нахер! Это что за дерьмо? Мне теперь страшно! Я не открою, пока ты не объяснишь, что происходит. Да я вообще открывать не собирался. Папа сказал, где ты и попросил тебе передать вот это. Она поднесла глазку папку с бумагами. Там доказательства, что твоих родителей убили по заказу Винтерс Сан. Пам-пам-пам! Ну да, конечно. Это правда. Это так тупо, что у меня даже слов нет. Химицу, доченька, возьми эту папочку, принеси ее вон туда и ватри ему очко. А он сейчас такой... Правда, что ли? Взмолилась Химицу. Никакун, папа хочет защитить тебя и того человека. Он... Если бы не папа... Она не могла подобрать нужных слов и в итоге просто расплакалась. Еще секунду назад я был уверен, что не впущу ни при каких обстоятельствах. Но коридор просматривался достаточно хорошо. Вряд ли кто-то успеет ворваться в квартиру за те пару секунд, которые понадобятся, чтобы открыть дверь, заточить Химицу внутрь и вновь закрыться на все замки. «Почему твой отец сам не пришел?» Медленно произнес я, чтобы усилить эффект неожиданности и резким движением распахнул дверь. Химицу оказалась внутри, но в коридоре было по-прежнему тихо. Похоже, она действительно пришла одна. Я вернулся в гостиную и сел на диван. Она вошла следом, осмотрелась и уставилась на меня своими огромными зелеными глазами, крепко прижимая папку к груди. «Я не знаю, что твоему отцу от меня нужно, но он похитил Кэтрин, и пока она не будет в безопасности, говорит нам не о чем». «Конечно, мне было интересно, что в папке, но я решил до конца выдержать свою линию». «Ни как он, с Кититян, все хорошо. Там ей даже безопаснее, чем с этой женщиной». «С этой женщиной?» хмыкнул я. «Ты вообще-то говоришь о ее матери. По такой же логике, я могу заявить, что тебе небезопасно с Ито. Все пытаются убедить меня в своей честности. Шерил Винтерс, Ито, Химитсу от имени Ито, Майкл. Хотя почему я так слепо доверился миссис Винтерс? Я слепо уверовала, что у меня не осталось выбора, что простой школьник не сможет тягаться с корпорацией. Была ли эта стратегия действительно единственной или просто самой удобной?» Я покосился на папку в руках Химитсу. «Вот!» Она заметила и протянула ее мне. «Сомневался я недолго. Чего уж сейчас?» «Сейчас-то включать заднюю». В папке оказалось много гербовых листов с текстом на английском, протоколы слежки, различные доклады, стенограмма совещаний, приказы служебной записки и т.п. На многих внизу стояла подпись матери Кэтрин. Пока я читал, Химитсу стояла как истукан. Информации было много, но общий посыл непонятие. Шэрил Винтерс была в курсе слежки за родителями, более того, руководила ей. По всем документам они проходили как советские шпионы. Зачем тогда допускать шпионов к работе над проектом? «И какой вывод я должен сделать из этого, по вашему мнению?» Я кое-как затолкал бумаги обратно в папку и бросил ее на стол. «Не как он». Химитсу наконец дрогнулась, трудом опустилась на стул. «Не могу никак в толк взять, чего вы с отцом добиваетесь, но если бы она хотела мне навредить, то давно бы уже это сделала». «Твой же батя, размахивая пистолетом, был менее убедителен. Ты уж извини». «Да и почему я? Я ничего не знаю, у меня нет никаких нужных всем документов или информации. Я что, медом намазан?» «Ни как он, ты же не думаешь, что я...» Я не дал ей закончить. «Я уже не знаю, что думать, солнце. Не ты ли на днях устроила сцену у меня на крыльце?» «Конечно, я благодарен, в какой-то степени, что теперь знаю, что мог стать отцом, но...» «Не хватало воздуха, пришлось делать глубокий вдох». «Я не виню в этом Кэтрин. Она вообще ни в чем не виновата. Не в том, что случился выкидыш. Не в том, что у нее такая мать. И ты не вината в грехах своего отца». Химитсу вновь разрыдалась. Я уже сам был готов заплакать за компанию. «Но все получилось так, как получилось. И сейчас я просто хочу спасти девушку, которую люблю. Я не уверен, что твой отец собирается мне в этом помогать. Тем более, что это именно он ее и похитил. Чего вообще он хочет добиться, прислав тебе сюда?» Химитсу опустила голову низко-низко, словно на исповеди. «Никакон. Я сделала все, что могла», – произнесла она не своим голосом. «Ты могла бы попытаться как-то повлиять на своего отца. Вдруг он, наконец, прекратит использовать невиновных, чтобы добиваться своих сомнительных целей. Вдруг в прихожей послышался ляз ключей. Я замер, а Химитсу подняла голову и испуганно посмотрела на меня. «О боже! Он тут с другой девочкой! Не твоей дочерью! Явно что-то замышляет!» «Николай!» Я никак не ждал, что миссис Винтерс вернется так рано. Впрочем, с какой стати сегодня все должно быть точно так же, как вчера? Она разулась, вошла в гостиную и становилась выражением искреннего удивления на лице. «У тебя гости? Девчонка Ита!» Наконец, пренебрежительно бросила она. «Миссис Винтерс, Химитсу тут ни при чем. Стоит ли мне вообще защищать ее после всего, что она сделала? Стоит ли мне дальше доверять Шерил Винтерс после прочитанного? Понятно, что на ее совести достаточно грехов. Она никогда и не пыталась убедить меня в обратном. Но бумаги Химитсу говорили сами за себя. А что они говорили сами за себя? Что она говорит? Что, что? Они, они... В чем? Сейчас на эмоциях мне сложно сделать правильные выводы. Но интуиция подсказывает, что эта женщина способна и не на такое. Как только наглости хватило сюда прийти! Простите. Инстинктивно мне хотелось вступиться за Химитсу, но голос уставшего разума настойчиво требовало и не доверять вообще никому. Вступиться за Химитсу, промолчать. А почему? Не, мы будем молчать. Бумаги не говорят. Очень. Ничего себе. Конечно, будем молчать. Так, нигде мы сохранить. Да, у меня вот это вот оно. Да, вот это оно. Или это не оно? Да, это оно. Да, все нормально, все правильно. Все нормально, все нормально. Просто чехвость ее! Чехвость эту маленькую сучку! Простите. Она всплеснула руками и бессильно ухмыльнулась. Даже странно, что и ты не додумался собственно... собственно лично заявиться. Хорош папаша. Вряд ли миссис Винтер сама может претендовать на звание Редителя года. Не хуже вас. Вот в этих документах много всего интересного о том, что вы мне забыли рассказать. Я взял папку и помахал ей в воздухе. В смысле забыли? Боже мой, что с этим пацаном? Что с этим пацаном? Что с ним? Он что, идиот? Например, про то, что вы подписывали протоколы слежки за моими родителями. Не знаю, чего он хочет добиться этой макулатурой. Бросила в ответ миссис Винтерс, словно ждала от меня подобных упреков. А ведь действительно, чего? Все или почти все знакомые как будто деньги поставили на то, что я им поверю. И что дальше? Подождите, а мы как бы должны были промолчать? Мы промолчали, это было молчание? Обратилась она ко мне. Я не знаю, в этих документах много такого. Ты наверняка свято веришь, что твои родители безгрешны? Хотя ладно, сейчас речь не об этом. Тебе нужно уйти. Смирила она химицу презрительным взглядом. Извините. Пролепетала химицу и практически выбежала из квартиры, оставив дверь нараспашку. Все получилось несколько не так, как я планировала. А как вы планировали, миссис Винтерс? Я наконец пришел в себя и жгучее чувство стыда за то, что не вступился за химицу, вдруг пронзила меня насквозь. Нет, не пронзила. Чтобы Катерин похитили японца, пока вы будете доказать мне, что все в порядке? Она лишь фыркнула в ответ и ушла на кухню. Конечно, информацию в документах, которую принесла химицу, нельзя было игнорировать. Но почему-то мое отношение к Шерилу Винтерс особо не изменилось. Возможно, причина в том, что были дела прошлые, а Катерин все еще жива. Я вновь сел на диван и усталился на помятую папку с бумагами. Не знаю, до какой степени интегрированы ЦРУ, японская разведка и Кабояши Корпорейшн, но если подумать, довольно странно, что у ИТа оказались документы американских спецслужб. Вряд ли ему за это выразят благодарность. Тогда зачем идти на такой риск ради меня? Миссис Винтерс вернулась в гостиную, держа в руках чашку кофе. Все пьют кофе. Литрами, галлонами даже. По пять-десять чашек в день. Никогда не понимал, что люди в нем находят. Тот же самый наркотик, по сути. Ой, боже, Лита. Давай без этого дерьма. Давай без бумерского говнишка, пожалуйста. Она некоторое время смотрела на меня как на идиота, затем взяла глоток и вздохнула. Чисто моя реакция. Ты можешь думать все, что хочешь, но Кэтрин в любом случае ни в чем не виновата. Она никак не связана с моей работой и ничего не знала о том, что мне приходилось делать. Я промолчал. Кажется, Миссис Винтерс неправильно поняла мою реакцию и зачем-то бросилась оправдываться. Мне самой, в принципе, наплевать на твое мнение. Но раз уж ты так важен для Кэтрин, то можешь меня винить в случившемся. Ради бога. Ни ты первый, ни ты последний. А вы действительно виноваты, Миссис Винтерс? Осторожно спросил я. Николай, твои родители были шпионами. Двойными агентами, если угодно. Невозможно защищать национальную безопасность и не запачкать руки. То есть это вы их убили? Тебе будет легче, если обвинишь меня во всех смертных грехах? Мне будет легче, если я буду знать правду. У каждого правда своя. Все верят в то, что делают правое дело. Разница лишь в точке зрения. Миссис Винтерс, это все демагогия. Я старался понять, что чувствую теперь, прочитав документы Химитсу. Но не нашел в душе никакого нового отклика. Похоже, страшная правда мне была уже давно известна. Я дипломат. Демагогия – это моя работа. Неожиданно улыбнулась она. Вы совсем не боитесь? А чего тебя бояться, дурака? А чего я должна бояться? Ну, все-таки мы тут вдвоем. Меня и так разыскивает японская разведка. А после того, что я только что узнал... Николай, не забывайся. С презрением ухмылилась мать Кэтрин. Пусть она и женщина, но у Майкла хорошо получилось вернуть мою самооценку к реальности. Он на полном, сука, серьезе только что ей угрожал физическим насилием. Это просто какой-то трындец! Как? Как запретить человеку по интернету писать? Я уверен, что Дарья Донцова пишет меньшую пургу, чем Ритан. Просто трындец. Агенту, агенту, сука, шлакоблок, он тяжко. Пока что, пока что все, что может главный герой, это нихера не занимается спортом, бухает. Получил трындец от одноклассника. И такое, типа, да я... О, господи, какой же инцелл. Это просто ни в какие ворота. Вдруг у нее пистолет за пазухой. И вы даже больше не отпираетесь. А это поможет? Если ты для себя уже все решил, то какой смысл себя переубеждать? Тогда мне здесь больше нечего делать. И я тебя не держу. Когда она вот так ставила вопрос, уходить действительно не хотелось. Потому что за дверью неизвестность, а в этой гостиной всего лишь грехи прошлого, которые уже не изменить. Миссис Винтерс, вам не кажется, что вы все-таки мне кое-что должны после всего, что случилось? Если бы вы тогда не увезли Кэтрин, то уже могли бы быть бабушкой. Мы почти не обсуждали беременность с Катей. Мне было просто тяжело говорить об этом. А что касается ее матери... Ну вот, спасибо. Еще счастья в жизни не хватало. Да! Вот уж ты реально идею хочешь продать. Прикиньте, прикиньте, как бы в качестве плюса он говорит о том, чтобы и ее доченька-горзиночка понесла от этого мудака. Прикиньте. Прикиньте, к нормальным генам примешать вот это. О, боже мой. Боже, храни аборты. А где поставить свечку за выкидыш? Какой кошмар. Господи, какой кошмар. То есть вы довольны тем, что она потеряла ребенка? Николай, какой смысл сейчас об этом говорить? Вы действительно думаете, что замалчивание проблемы ее решит? А у меня нет никаких проблем. Кроме исчезновения Кэтрин, разногласий с Ито и еще множество вещей, которые наверняка существуют, но я о них не знаю. Злорадно ухмыльнулся я. Николай, кажется, ты собирался уходить. Выгоняете меня? Похоже, задел за живое. Считай, что ты сам себя выгнал, когда впустил сюда девчонку Ито. Окей, и что дальше? Я не знаю, что ты будешь делать дальше. Меня это больше не касается. Не то, чтобы касалось когда-то. Я ведь не могу вернуться домой, правда? Думаю, Ито ты нужен живым, но не обязательно целым. Спасибо. Обнадежили. На самом деле, все-таки казалось, что я немного переборщил, и остаться здесь будет безопаснее. Выставите меня за дверь только за то, что я сказал правду? Хорошо, что мне не нужно объяснять тебе свои решения. Пожалуй, я не мог ничего сделать. Злить Шерилл Винтерс тоже идея так себе. Ну что же, тогда до свидания. Бросил я напоследок и вышел из квартиры. Итак, теперь все мосты сожжены, и отступать дальше некуда. Однако я совершенно не видел себя за содеянное. Мать Кэтрин все равно не больно оторвалась рассказывать мне правду. Этот щел просто абсолютный упор уж вообще. А искать Катю она будет и без меня. Так что я все равно ничем не могу помочь. Но и сидеть сложа руки в полной неизвестности, надеясь только на других, было невыносимо. К тому же мне больше некуда идти. Из таксофона я позвонил Майклу. В этот раз он взял трубку. Алло? Его телефон могли прослушивать, так что я говорил осторожно. Это я. Все полетело к чертям собачьим. Я не могу вернуться домой. Хорошо, вечером в десять. Приходи на то место, где вы раньше встречались с Кэтрин. Очень удачно, что он вспомнил об этом. И очень хорошо, что я все-таки ему тогда рассказал. Понял. Я повесил трубку и припустил от телефонной будки во весь дух. Словно тех пяти секунд, что продлился разговор японцам было достаточно, чтобы вычислить меня. До десяти вечера оставалось еще слишком много времени, которое к тому же тянулось предательски медленно. Казалось, что я прошел уже половину Токио, а минутная стрелка не успела сделать и одного оборота. Как же быстро в моей жизни друзья превращаются во врагов, а потом вновь становятся друзьями. Химитсу Майкл в какой-то степени даже шарил Винтерс. Да, это твои... это вот проблема в тебе, братан. В тебе, это ты. Я шарахаюсь от одного человека к другому в поисках помощи, поддержки или хотя бы банального понимания. Неужели для меня не имеет значения, кто именно, пока этот человек говорит то, что мне хочется слышать? А существуют ли вообще принципы, которые важнее жизни? Я могу сколько угодно обижаться на Майкла или миссис Винтерс, но если они в состоянии мне помочь... Однако я все равно впустил Химитсу и выслушал ее. Из-за этого поссорился с матерью Кэтрин. Знаешь, что вообще у тебя с Никаконом? Проблема не может быть во мне. Получается, связь с Химитсу оказалась сильнее переживаний за Катю. Ведь я прекрасно понимал, чем это может закончиться. Первый день октября в Токио выдался невероятно осенним, не очень холодным, но сырым и пасмурным. В воздухе ощущался тот особый аромат мокрой листвы, который бывает только пару недель в году. Уже скоро дожди смоют последние запахи лета. Ночные заморозки отберут у земли все тепло, и пушкинская осень уступит место осени Тючева. Я притался за деревом битый час, выбрав место, с которого хорошо просматривалась дорожка. Наверное, такие предосторожности были излишними, но лучше все равно перестраховаться. В начале одиннадцатого в тусклом свете фонарей показалась одинокая фигура – Майкл. Он шел не спеша, словно совершал вечерний преминат. За тобой не было хвоста? Когда он приблизился, я вышел из-за дерева. Майкл вздрогнул. Кажется, нет. Кажется, или не было. Я не работаю в ЦРУ, чтобы быть уверенным в таких вещах. А кое-кто работает. Сука, вот он давит. Я вкратце рассказал ему, что произошло вчера и сегодня. Ты не знал? Нет. Ответил Майкл не сразу, но при этом особенно удивленным не выглядел. А как у тебя продвигается с Эли? Похоже, к нам все-таки начали относиться всерьез. Это нам так резонуло по уху, что я невольно скрыл лицо, как от кислого лимона. Чувствовалось в этом что-то от подлинненького желания быть сопричастным к чему-то большему, чем ты сам. Как мелкий воришка вдруг ощущает безнаказанность, когда вступает в банду. Неужели? Я получил ответ от Кабояши Джуна. Он просил некоторое время подумать. Как у тебя все складно получается? Но это еще не самое главное. Он вдруг улыбнулся и заговорил быстро, разбивчиво и таким тоном, как будто рассказывал про выигрыш в лотерею. Я узнал, где держат Кэтрин. И мы с тобой ее спасем. Он перекинул через плечо большую черную сумку, на которую я сразу не обратил внимания. Подожди-ка, подожди! Замахал я руками. Как это ты так просто смог выяснить, где она? Никто не говорил, что это было просто. Но мой отец тоже не последний человек. Вокруг меня продолжали происходить события, которых я не понимал. Более того, я даже трудом верил в саму возможность того, что все это происходит на самом деле. Кэтрин держали на заброшенном складе на окраине города. По информации Майкла, охраняли ее слабо, потому что гостей никто не ждал. В сумке оказались черные водолазки, балаклавы, монтировка, фонари, моток веревки. Зачем? И даже газовый пистолет. Я, конечно, согласен, что лучше подготовиться сразу к худшему. Но ствол... Майк, черт возьми, откуда? Отец хранится в столе на всякий случай. С каждой секундой происходящее со мной все меньше напоминало привычную реальность. Но это все-таки шанс спасти Кэтрин, пусть и безрассудный. Хорошо, а что потом? Мы спрячем все у меня в квартире. Похоже, корпорация и японская разведка не знают о моем участии. Значит, там пока безопасно. Мы... Это и я тоже? Он на мгновение нахмурился. Да, конечно. Но я не хочу, чтобы у тебя возникли неправильные идеи. Я помогаю Кэтрин, а не тебе. Я вообще уже боюсь загадывать. Ты как будто сомневаешься. Странно, что не сомневаешься ты. Одно дело секция Айкидо или чему-то там учился, но это... Майк, Кэтрин не станет лучше, если нас пристрелят. Я могу пойти один, но вдвоем у нас больше шансов. Ноль, умноженный на ноль, все равно ноль. Странно. Тебя эта же логика не смущала, когда ноль, умноженный на 120%, выдавал ноль? Проворчал я и взял у него из рук водолазку. Она оказалась узковата в плечах, а рукава зато были слишком длинными. Мы добрались до нужного района на такси. И весь путь проведя в молчании. Я безотрывно пялился в окно, не в силах отделаться от ощущения, что поступаю неправильно. Майкл же внимательно изучал схему территории, напечатанную на огромном листе, который в разложенном виде занимал все заднее сиденье машины. Нет, спасение Кэтрин – это единственное, что было для меня важно. Но наш замысел казался безумием. Словно я шел по доске, а в спину тыкали острием шпаги. Внизу в воде акулы, позади сотни разъяренных пиратов. Какой выбор не сделай мне конец. Но в первом случае оставался хотя бы шанс, что акулы уже плотно позавтракали. Кажется, в этом районе Токио раньше был завод, но его забросили. И ночью окрестности больше напомнили кладбище. Очень большое машинное кладбище наступающей постиндустриальной эпохи. К тому же на километры вокруг как будто не было ни единой живой души. Луна скрылась за тучей, тишина стояла страшная, та тишина, которую не разорвет малейший шорох. Тишина тысячелетнего склепа под готическим собором, молчание мертвых, многовековое безмолвие, способное впитать любой звук. Мы прошли по территории около километра, когда наконец Майкл остановился и указал на большое строение, заросшее плющом. А где водолазки черные? Внутри было так же тихо и темно, как и снаружи. Ты уверен? Что потом спросил я? Если верить карте. Он попытался вновь развернуть план, но я остановил его. Ну ладно, и как мы попадем внутрь? Не через парадные ворота ведь? К тому же они казались намертво закрытыми. Майкл задумался, а я подошел поближе и прищурился, стараясь разглядеть хоть что-то непроглядной ночи. Смотри! В стене здания я заметил небольшую дверь. Давай попробуем. Она отъезжала в сторону на колесиках, которые давно заржавели, и при малейшем усилии издавали страшный скрежет. Да тихо ты! Зашипел на меня Майкл. Не, Риода, не буду стоп-стартить. Зачем мучить тех, кто уже здесь? Просто оно он сделала. Если ты не прихватил с собой смазку, то не вижу других вариантов. Подожди-ка! Помоги! Он попытался поднять дверь с одной стороны. Я понял его задумку и ухватился с другой. Вскоре нам удалось немного отодвинуть дверь в сторону, и образовался проход, узкий, но вполне достаточный, чтобы пролезть внутрь. Мы стояли, тяжело дыша, и смотрели друг на друга, слушаясь в тишину заброшенного склада. Если даже там кто-то есть, то нас, похоже, не заметили. Майкл кивнул. Или просто сделали вид, чтобы заманить в ловушку. Я помедлил еще некоторое время и решительно протиснулся в проем. Внутри было еще темнее, чем на улице, и понадобилось некоторое время, чтобы глаза привыкли. Использовать фонари было неразумно, но как искать Катрин в этом огромном помещении, когда не видно даже, что под ногами? Я сделал несколько неуверенных шагов вперед и замер, наткнувшись на какой-то ящик. Майкл шел сзади, след в след, и, когда я остановился, уперся мне в спину. Что такое? Тут тьма такая, хоть глаз выколи. Ну, так включи фонарь. Включи фонарь. Передразнил я его. Чтобы нас увидели. Ник? Послышался совсем рядом знакомый голос, скорее даже шепот. Ник, это ты? Позабыв о всякой осторожности, я бросился на звук голоса и нашел Катю, привязанную к массивной железной балке. Сейчас, подожди. Я попытался распутать веревки руками, но ничего не получилось. Возьми нож. Я обернулся, ошалил и посмотрел на Майкла, не понимая, что он от меня хочет, но все-таки взял протянутый им швейцарский складной ножик. Когда путы пали, Кэтрин бросилась мне на шею и разрыдалась. Ник, я думала, что убру. Думала, они меня убьют. Ну, все, все. Я пытался успокоить ее, хотя сам дрожал всем телом. А где они? Не знаю, они то приходят, то уходят. Раз в день приносят еду и воду. Рядом с ней действительно валялись несколько маленьких бутылочек из-под воды и обертки от каких-то снэков. А как ты какала, Кэтрин? А как ты писала и какала? Где ведерко? Давайте это потом обсудим. Сейчас нам надо выбираться, пока они не вернулись. Спорить было глупо. Можешь встать? Я помог Кате подняться и поддержал, когда у нее подкосились ноги. Уже не особо заботясь о шуме и свете, мы быстро вышли на улицу и, насколько это возможно, быстро зашагали прочь от заброшенного склада. Я всего раз или два до этого бывал в квартире Майкла, поэтому относительный порядок в его комнате призвал на меня приятное впечатление. Нью-Йорк, Онтарио, американский флаг. Чего так просто? Да, изи. Да, изи. Японская разведка держала в заперти человека просто на складе. И все. Не вижу здесь ничего необычного. Все разумно. Особенно по сравнению с жилищем Кёске. Всю дорогу мне казалось, что прийти сюда была не лучшая идея. Однако, видя состояние Кэтрин, я понимал, что сейчас самое важное – залечить раны и перегруппироваться. А батя твой где? Катя легла на кровать и положила на лоб полотенце, смоченное холодной водой. Я примастился рядом, а Майкл сел на стул перед компьютером. Его пару дней не будет дома. Это не ответ. Он решает кое-какие рабочие вопросы. Майкл покосился на Кэтрин, давая мне понять, что об этом при ней лучше не говорить. Непонятно почему, но пусть так. «Тебе полегче?» – спросил я. Всю дорогу в такси Катя пребывала в полуобморочном состоянии. Водитель даже поначалу отказывался нас везти, и Майкл пришлось оплатить по двойному тарифу. «Это все твоя чертова Япония. Глаза бы мои ее не видели». Я тут же вспомнил слова ее матери о том, что Кэтрин сама захотела вернуться, и улыбнулся. «Ты знаешь, кто тебя похитил?» «Японцы, не поверишь». «Но кто именно? Кабояши Корпорейшин или разведка?» «Они не представились!» – фыркнула она. «Я просто возвращалась домой, и прямо у самого подъезда кто-то сзади накинул мешок на голову, затолкал в машину». Кэтрин вздрогнула. «Что им от меня нужно?» «Не от тебя, а от твоей матери. Я провел последние несколько дней в ее компании и узнал много нового. На самом деле не так много, но достаточно». «Мама? С ней все в порядке?» «Более чем, я бы сказал. Даже слишком в подобной ситуации». «Ник, ты же не думаешь?» «Не думаю, конечно». Я аккуратно взял ее за руку и успел поймать на себе косый взгляд Майкла. Было в нем много такого, что вселяло опасения. Ну а чего он, собственно, ожидал? Но я не буду делать вид, что понимаю ее. У Маги, которая принесла химицу, конечно, повлияли на мое отношение к миссис Виндерс, но поднимать эту тему сейчас не стоило. «В любом случае, мама поможет». «Хотелось бы верить, только вот расстались мы с ней сегодня, не сказать, чтобы тепло. К тому же дома меня ждет Ита. Не хотел я на тебя все это вот так сразу вываливать». «Ита? И химицу? Почему я даже не удивлена?» Вдруг охмыльнулась Кэтрин. «Ну, химицу в этот раз ни в чем не виновата. Ее даже можно поблагодарить за...» «Я тут же спохватился». «В смысле, Ита и так давно следил за мной». «И что же нам теперь делать?» Катя крепче сжала мою руку. Я только собирался ответить, но меня перебил Майкл. «На ночь вам им безопаснее остаться здесь. А завтра мне нужно будет встретиться с моим человеком и узнать ответ Кабояши». Кэтрин непонимающе посмотрела на меня. Майкл проворачивает хитрые схемы воздействия на Кабояши Корпорейшн. «Понимаешь ли...» «Понимаешь ли...» Глупо улыбнулся я. «Так вам теперь даже нет смысла дальше давить на Кабояши. Теперь... Теперь все...» «Теперь у вас как бы победа». «Я тебе тоже очень благодарна». Кэтрин слегка приподнялась на локтях и повернула голову в сторону Майкла, но тут же охнула и вновь повалилась на подушку. «Да, не за что». Сухая, как будто даже с раздражением, ответил он, словно ему пришлось принимать благодарность за тяжелую повинность. «Честно говоря, не ожидала. Мы ведь совсем не знакомы». Тут уже я стеснул ее ладонь. «Только благодаря Майклу нам удалось тебя спасти». Мой неестественно восторженный тон звучал фальшиво. «Как удачно, что ты узнал, где они меня держат». Я не уловил скепсиса в голосе Кэтрин, но этими словами она вряд ли выражала Майклу полное доверие. «Тебе нужно отдохнуть. Давай поговорим завтра». Она на секунду убрала плотинце с глаз, посмотрела на меня, но спорить не стала. «Хорошо. Только не уходи, пожалуйста». Я бросил на Майкла быстрый взгляд и виновато улыбнулся. Он вздохнул и вышел из комнаты, сказав напоследок. «Вам обоим лучше поспать». «Ты не веришь ему?» Спросил я Катю, когда мы остались вдвоем. «Не знаю. Можешь назвать это интуицией, но мне кажется, что он преследует какие-то свои интересы. Мне тоже так кажется. Как минимум интересы любовные». «Ревнуешь?» «А что если он как раз-таки сейчас...» «Ну, как раз-таки интересы любовные?» «Это такое». «Это очень такое». «Еще как». «Я наклонился и поцеловал ее. На Кэтрин тут же застонало». «Ой-ой, не надо. Голова болит». «Прости». «Что же нам делать дальше?» «У Майкла есть фотографии внучки Кабояши Джуна, председателя Кабояши Корпорейшн. Фотографии, на которых она покупает наркотики. И с помощью них он пытается добиться того, чтобы от тебя отстали». «Но зачем он нам помогает?» «Хороший вопрос. Хотя я бы скорее сформулировал его по-другому. Почему бы ему не присвоить себе все лавры? «Зачем здесь я?» «Однако Кэтрин сейчас нужно было отдохнуть. Я посплю. Ну, не знаю, на полу, например». «Ложись рядом». Она попыталась легонько притянуть меня к себе. Я сомневаюсь, что этот траходром рассчитан на двоих. «Хочешь проверить?» Игриво спросила Катя. Да, женщины, которые... Я читал где-то какую-то книгу об этом. Женщины, которые пару дней были привязаны к железному столбу на складе без электричества, которые хезали то ли в ведро, то ли просто так, под себя. После того, как их там подержали несколько дней, там, недельку. Первое, о чем думают, когда их освобождают, это именно о совокуплении без душа. Это вот... Да, да... Бабы, что с них взять? Господи, боже мой. У тебя же голова болит. Окситоцин действует как обезболивающее. Окси, что? Где ты такой гадости нахваталась? А вдруг я собираюсь поступать в медицинскую школу? А ты собираешься? А вдруг? Я вновь поцеловал ее, и в этот раз Катя ответила на поцелуй. Знаешь, когда мама сказала, что ей по работе опять придется ехать в Японию, я могла остаться с бабушкой в Америке? Знаю. Не подумав, ляпнул я. О, откуда? Катерина вдруг оттолкнула меня. Ну, твоя мама сказала. Интересно. Не похоже на нее. Вдруг она наконец поверила... Вдруг она наконец поверила в нашу любовь? Ну да, конечно. Ухмыльнулась она. Насчет твоей мамы. Раз уж мы стали настолько откровенными, я все же решил не откладывать тяжелый разговор в долгий ящик. Если я не понимаю ее кажущееся бездействие после этого похищения, то это еще не преступление. Но я узнал к тому же, что она, возможно, причастна к смерти моих родителей. Откуда узнал? Скажем так, ознакомился с некоторыми доказательствами. Какими? Достаточными, Катя. Я сомневаюсь, что у ЦРУ есть официальная форма, которую необходимо заполнить и завизировать для убийства человека. Конечно. Я согласна, что мама не святая, но... Она вдруг замолчала и отвернулась к стене. Теперь я уже не знаю, кому верить. Когда меня схватили, я думала, что умру. На том складе... Сколько прошло времени? Наверное, около недели. А мне показалось, что целая жизнь. Когда ты не знаешь, что с тобой случится в следующую минуту... Кэтрин заплакала, и я лег рядом и обнял ее. Ты говоришь, неделя. Этого ведь достаточно, чтобы сойти с ума? Я не знал, что ответить. Наверное, этого достаточно, чтобы оглянуться на свою жизнь и понять, какие ошибки ты совершала. О, всегда говорил. Хочешь воспитать свою жену? Привяжи ее к столбу в темном складе на неделю. Сразу поумнеет. Терапевтический эффект. Налицо. Ха-ха-ха-ха. К батарее. Ха-ха-ха. Ты ни в чем... Ты ни в чем не виновата. У тебя сработало? Не знаю, еще три дня осталось. А почему ты спрашиваешь? Добрый день, Санкейк Джем. С какой серии Анг? С первой. Нет, я виновата. Потому что не читала, потому что я не читала то письмо. Но я так погрязла в самобичевании, что не смогла адекватно среагировать. Оля просит ее отвязать. Это часть. Это часть. Это часть терапии. Это как... Это как, знаешь, типа, давай поиграем в изнасилование. Нет! Боже, нет! Вот это настрой. Хороший сегодня день какой-то. Так, ладно. Понимаешь, я ведь вернулась, чтобы взойти на эшафот, чтобы принять заслуженное наказание, а в день казни у палача случился выходной. Я не готова положить дальше за этим чувством вины, ведь как избавление я ждала того дня, когда ты плюнешь мне в лицо и скажешь, что знать меня не желаешь. Я бы никогда так. И вот, когда я оказалась на волосок от смерти, связанной в одиночестве, я отчаянно захотела жить. Разве заслужила своими поступками второй шанс? Конечно. Я крепче обняла ее так сильно, что Катрин даже томно вздохнула. Не надо. Я такая грязная, не была в душе целую вечность. Вспомнила, глядь, а минуту назад... Ай, иди нахер, Ритан, иди нахер. Мне все равно. А, ну все, раз тебе все равно... От того, что тебе... От того, что тебе назрать на санитарные нормы, у нее сразу... У-у-у-у... Прям... Ух-х-х-х-х... Сразу она вся воспылает сейчас. Глядите. Ник, если бы мы могли начать все сначала, забыв последние два года. Как будто только что познакомились. Ты будешь неумело шутить, а я буду делать вид, что мне совсем не интересно. Ну разве мы можем? Разве я достойна прощения? Подождите, я до сих пор в упор взять не могу. А че она стрессует-то? У нее выкидыш же случился случайный. Она че вообще сделала? Ни хера же вообще не сделала. Но ведь забывать не обязательно. Мы оставим прошлое в прошлом и будем двигаться вперед. А через десять лет оглянемся назад и посмеемся над тем, какими глупыми были. Десять лет? Ник, ты уверен? Я никогда ни в чем не был уверен сильнее. Мои руки уже давно зажили собственной жизнью и расстегнули несколько пуговиц у нее на блузке. М-м-м... Ну так выкидыш же у нее, а не у Кольки, значит виновата она. М-м-м... М-м-м... Окей... А Майкл не будет против? Да плевать на него. Все, видишь? Это волшебное слово. Это база. Я не была в душе. Там... Целая вечность юзернейм, да? А мне насрать! Все! Топит любое... Топит любое сердечко. Просто любое. Просто любое. Каждая женщина только и хочет услышать... Ха-ха-ха... Что тебе вообще насрать! Ха-ха-ха-ха-ха! 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 Какой кошмар! Кэтрин заснула и практически перестала дышать. Я прижался ухом к ее груди и только тогда расслышал слабое биение сердца. Кровать была действительно маловато для двоих, и мне пришлось вжаться в стену, чтобы Кате было удобно спать. В глубине души я хотел верить, что мы снова будем вместе, но даже в самых смелых мечтах не надеялся на такую откровенность и близость. Все проблема в том, что Ритану было бы здорово посетить какой-нибудь город, помимо того, в котором он живет, и встретиться уже наконец-то с женщиной в первый раз, пообщаться с ней. Потому что очень грустно смотреть на то, как девственник пишет визуальные новеллы. Сегодняшний день поднял наши отношения на такой уровень, что, казалось, уже никто и ничто не сможет помешать нашей любви. Какую женщину ты так не любишь, что желаешь ей встречи с Ританом? Ну уж, блин. Ну, блин, все-таки какого-то счастья он же, наверное, заслуживает. Все заслуживают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok